Всем привет, друзья! С вами канал Футбол Это Жизнь. Снимает и играет Хорев Андрей. Ну что же, сегодня для нашего канала такой какой-то интересный день. Именно с этого дня начинается карьера в известном футбольном симуляторе FIFA. И мы выбрали клуб Краснодар. Краснодар интересный клуб, там есть много интересных игроков. И Краснодар участвует в Еврокубках причем. Итак, вот нам говорят приглашение на предсезонный турнир. Ну что же, деньги лишними действительно не будут, поэтому выберем и посмотрим наших игроков вообще. Ну что же, я думаю, лучше нам съездить в Англию, где 8 миллионов дают. Ну и сложность 4 звезды. Тут 7800, 7600. Ну что же, мы едем в Англию. 6 сообщений нам пришло. Итак, в Англии наши соперники по группе это Newcastle United, Norwich City и Бёрнли. Задача на Кубок страны дойти до финала. Ну то есть не выиграть турнир, а именно дойти до финала. Ну что же, интересная задача будет. Так, и нам требуется форвард. Позвольте представиться. И задача на сезон. Выиграть лигу. Вот это да. На Краснодар вот такие задачи ставят. Ну что же, давайте познакомимся с нашим составом наконец-то. Итак, Фёдор Смола в нападении. У него есть Буандерсон здесь, Камильченко и Воробьёв. На Цапкингах у нас и ЦП это Перейра, Торбинский, Акриашвили и Жигулёв. На ЛП Клайсон, Жуазиньо и Подберёзкин. На правом фланге нападение Мамаев, Лабурде и Быстров. На правом защитнике это Калешин и Шишкин. Давайте сразу Шишкина поставим. На центральных защитниках это Наудо, Гранквис, Мартынович и Татаев. На левом защитнике это Петров и Рамирес. Ну и на... Тут те же самые Газинские и Кабуре. На воротах у нас Критсюк. Есть ещё Синицын и Илья Абай. Ну что же. Интересный сам по себе состав. Я бы, конечно, сразу бы изменил бы схему. Ну, играли бы мы по схеме 4-4-2. В два нападающих, мне кажется, было бы замечательно. Так. Ну да, наверное, всё-таки. Или в линию сыграть. Или удержание. Да, всё-таки удержание. Будет у нас простор в центре поля. Клайсон на левом фланге. Мы поставим Жуазиню. Смолов и Вандерсон будут атаковать. На правом фланге у нас Павел Мамаев. Ну а здесь Газинский и Кабуре. Ну да. Я Пирейру вот сюда поставлю. Ну что же. Вот такой будет у нас стартовый состав. Грандфист Капитан. Мы пока что не являемся тренером никакой сборной. Может быть, нам предложат. Ну что же. Как говорят. Вот эти мне, честно говоря, не нужны скауты. Поэтому мы просто здесь уберём вот этих игроков, которые нам понакидали, чтобы мы посмотрели на них. Я могу сам предложить столько игроков, которые мне бы нужны были. Хотя вот одного хорошего нашли. Это Каспер Долберг. Играет в Аяксе. Мы запросим информацию о нём, сколько стоит. И дадим работать скауту. Ну тут пока что, честно говоря, нет. Никому. Вот мы уже нападающего нашли. И вот нам показывают ещё нападающих. Каспер Долберг. Себастьян Хайлер. Играет тоже в Голландии. Лоренц Мельгареха. Зе Луиш. Та Сун. Соу. И Самюэль Этео. Но мы сами найдём игроков, которые нам нужны. Кстати, будет наша основная группа. Это группа ВКонтакте. Ссылка будет под этим видео в описании. Так что заходите в группу, подписывайтесь. И там мы будем выпускать всякие такие голосования, как, например, кого купить, например. Так что, если вы хорошо разбираетесь в футболе, заходите в группу, пишите. Мы все ваши мнения учтём. Сами посмотрим. Фе, которые вот именно по рейтингу, там, например, по габаритам, по тем показателям, которые нам нужны, мы выберем. И уже потом сократим от максимума к минимуму. Где-нибудь минимумы три игрока будут на позицию. Пока что вот моя задача вам дана. Так что заходите в ВКонтакт, в группу нашу ВКонтакте. И голосуйте. Пока что у нас первая игра это против Норвича, потом Бёрли и Ньюкасл. И начнём мы сезон сразу же против матча с ЦСКА. Говорю вам сразу, я играю на мировом классе. Так что, если вдруг будет легче мне, я переключусь на Легенду. Потому что я в основной играю на Легенде. Но тут решил. Посмотрим пока что претензионный турнир. Давайте на счёт... Давайте вот сразу на счёт ранцеров решим. Здесь, мне кажется, кого продать. Это бы... Я бы и сам бы решил. Такую на себя возьму. Так, у нас ещё есть, между прочим, Ари. Он играет в Локомотиве. Мы можем его вернуть за 720 тысяч. Но, пожалуй, делать это не будем. Три вратаря. Илью Абаеву мы, пожалуй, продадим. Пока что есть такая возможность. Синицын. Пока что... Ну, пусть правда останется. Но добавим мы его пока что. Вот список на краткосрочную аренду. Левые защитники. Здесь я пока что вообще никого не буду трогать. Они у меня единственные. Калешин и Шишкин тоже остаются. Хотя вот Калешин уже, наверное, играет свой последний сезон. Нет, но 35 лет. Поэтому нужно нам найти правого защитника ещё. Ага. Так. Смотрим дальше. Гранквист, Мартынович, Налдо, Страндберг и Татай. Вот Татайва я бы в аренду бы отдал бы. Страндберг играет пока что в Ханновере. В Ганновере это Германия. Всё понятно. Жиров играет Ванжи Махачкала в аренде тоже. Жуазиньо под Берёзкин. Единственные наши левые полузащитники. Они, пожалуй, и останутся. Под Берёзкин немного прокачать. Будет всё ладон. Правые смотрим. Мамаев, Лаборде и Быстров. Быстров я бы уже бы продал. Всё-таки игрок в возрасте. Да и в реальной жизни он вообще играет уже затосно. Так что смотрим дальше. Клайсон, Акриашвили, Гази. Ну вот давайте насчёт Цапников. Решим. У нас нету Цапников. Поэтому я бы Акриашвили отдал бы в аренду. Он недавно присоединился к клубу. Клайсон пусть пока что останется. Я смотрю там Клайсон на левом полузащитнике. Может сыграть. Поэтому, если что, для Жуазини пригодится. Газинский, Кабуре. Вот здесь бы я их оставил бы. Это точно. Торбинский. Давайте выставим всё-таки его на продажу. Так. Торбинский. Жигулёва бы отдал бы я бы, пожалуй, в аренду. Он недавно вообще присоединился. Смотрим дальше. Камильченко. Уйдёт в аренду. Пока что мы не нуждаемся в нём. И уйдёт в аренду Дмитрий Воробьёв. Молодой парень. 18 лет. С рейтингом 60. Неплохо. Не буду я пока что никого приобретать. Мы сыграем одну игру, пожалуй. Потому что мы и так сейчас знакомимся с составом. Было уже минут 10 прошло. Поэтому сыграем одну игру. На этом первая наша серия закончится. Всё зависит от вас. Также чем больше лайков, тем, скорее всего, будет больше матчей в одной серии. Так что нажмите на паузу видео. Поставьте лайк. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наше видео. Итак, что бы здесь бы нам вингерах сделать. Но я бы под берёзками действительно прокачал, бы победить своего. Будем и симулировать тренировки. Потому что, ну, действительно, это очень будет долго. Тем более, все одни и те же тренировки. Практически каждый раз. А вот здесь хотя бы реалистично будет выглядеть. Смотрим здесь. Это Налду Мартынович. Так. Что ж, давайте Татаева прокачаем. Молодой. 58-й рейтинг. Игрок. Ему 17 лет. Здесь бы Критюка, естественно, прокачал. Критюк, главный практически. Недавно он перешёл из Браги к нам. И главный номинант на вызов в сборную даже обогнал Ладыгина. Итак, нам пришло одно сообщение. Это про Лигу Европы. Нам, естественно, говорят. Лига Европы задачи. Дойти до игр плей-офф. То есть, на нас надеются. Я стал разбираться, что нам пишут. Вот это, дойти до игр плей-офф. То есть, это значит, нам нужно обязательно пройти группу. И обязательно пройти одну 16-ю. Вот если мы попадаем уже в одну 8-ю. Там сразу. Вот. 29 миллионов стоит, сказали Каспер, Долберг. Критюк дебют удастся. Спрашивают у всех. Итак, смотрим, что здесь. Реал хочет Соседар Ильсича купить. Агуэр и Санчес в Баварию. Это пока что слухи. Хави Гарсия может перейти в Бордо. Краснодар. Это про нас уже сказали. Вот. 29 миллионов. Но мне кажется, он того стоит. ЦСКА хочет приобрести Смолова. Анжи хочет приобрести Кантерра. Что это за Кантерра? Такой малоизвестный. Парагвайский футболист. 30-летний форвард. Ну, смотрим, что у нас здесь. Краснодар ликует на ладу. Первый матч известный против ЦСКА. Увольняет Абаева. Синицын, возможно, будет арендован. Кринцюк дебют удастся. Ну, и про вот это все. Да. Итак. Ну, вот пока что Долберга мы возьмем. Посмотрим, конечно, еще. Может быть, его там и в аренду удастся. Но это вряд ли он все-таки перспективный игрок. Против Норвича я выйду, наверное, вот таким составом. Самым основным. Вы также пишите, без разницы где, или под этим видео в Ютубе, или в группе ВКонтакте, кого бы вы хотели, чтобы я приобрел. Пишите, мы везде будем учитывать ваше мнение. Видео будет выходить, я надеюсь на это, на вашу одначу, да и на мою, где-то раз в неделю. Потом, если вы все-таки увидите, где мы с каналом, что это вам нужно, что вам это нравится, что вам это интересно, то мы будем выпускать минимум часто видео. Итак, поехали. Краснодар, Норвич на Олд Рафорд. Великолепно. Вот. Розиньо. Перейро. Перейро видит Вандерсона. Вандерсон. А вот хорошо здесь. Перейро. Перейро. И один мой, друзья. Перейро. Красивый удар. И два часа. Ну так. Является результативной для Куба из Коснодара. Великолепно. Вот здесь вот. Прошел. Брали. Сейчас непонятное что-то происходит на поле. И вот здесь вот Смолов. Великолепно. Вандерсона. А великолепно Филер Смолов здесь справился. Вот так вот. Филер Смолов. Делает счет 2-0. Ну посмотрите, видите, просто аккуратно. Слава богу, у Краснодара. Перейро. И. Нет, но будет угловой, я так понимаю. Вандерсон. Наносил этот удар. И Вандерсон подает угловой. Мик, 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 мик. Мик, 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 мик. Мик, мик, мик. Мик, мик, мик. Мик, мик, мик. Кабуре. Вот это вот молодцом. Да, показывает. Ничего особенного. Но действительно, тут сильно радоваться не нужно. Потому что сейчас, если вы увидели этот момент хорошенько, посмотри. Сколько не в нашу пользу. Норвич идет. Последний, как бы сказать, штурм ворот. Вот, ну, посмотрите, какими силами идет. Здесь Норвич хочет забить этот гол престижа. А я хочу в сухую, чтобы... Нет. Как я и сказал. Вот тут вот Джером забил на 90-й минуте. Хотя Критсюк показывал великолепную свою игру. Ну, и где там свисток арбитра? Все, вот он, свисток арбитра. Да, не удалось нам отыграть насухо. Как я и сказал, всеми силами пошел Норвич забить хотя бы единственный гол в концовке матча. Лучшим игроком является Вандерсон. 8,7 у него оценка. Вот она, статистика. 12 ударов, 8 в створ. У Норвича 3 удара, 2 в створ. Точность ударов у нас равная. Точность пасов у Норвича побольше. Владения тоже у них больше. Отборов у нас, нарушения равные. Угловые у нас побольше было. Ну что же, Бернли сыграл в ничу с Ньюкаслом. Ну что же, в этом турнире следует такое правило. Или выиграть и сыграть один матч в ничу, или два матча выиграть. И тогда вы точно уже проходите дальше. Ну что же, вторую тренировку мы проведем. Неплохо, конечно. Но Татаев снова на двойку выполняет. Так. Ковани. Главная цель Челси. Кричок выходит за Краснодар. Да. И одно нам сообщение. Предложение о трансфере Федор Смолов в ЦСК. Друзья, на этой ноте мы пока что и заканчиваем. Не знаю, я бы, естественно, бы отклонил, но мы пока что отложим предложение от ЦСК. И пишите в комментариях, отдать ли Смолова в ЦСК, за сколько они там предлагают, за 23 миллиона. Пишите в комментариях, или оставить его все-таки хороший игрок. Это все будет за вас. От вас зависит дальнейшая карьера, поэтому надеюсь, вы сделаете правильный выбор. И до новых встреч, друзья. С вами был Андрей Хорьев и канал Футбол – это жизнь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok